Добрый день, здравствуйте, уважаемые средства массовой информации, уважаемые жители страны. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который бы не был в шоке от случая, который произошел, к сожалению, у нас с двухлетней девочкой, которая жестоко была убита. Вы знаете, кроме ужаса и осуждения в обществе, мы говорим о том, что данная трагедия вытащила на поверхность старую проблему, проблему, которая остается нерешенной уже долгие годы. Здесь мы говорим об отсутствии функциональных механизмов защиты детей, находящихся в ситуации риска. Жизнь этого ребенка можно было бы спасти, если бы в нашей стране был бы налаженный принцип заботы и контроля над ситуацией таких детей. Естественно, мы понимаем, что данное жестокое убийство ребенка находится в компетенции правоохранительных органов. Они выяснят все обстоятельства этого ужасающего убийства, преступления. Но совершенно точно можно сказать, что няня, которая совершила это убийство, а также мама ребенка, которой самой 19 лет, которая сама практически является ребенком, представляют уязвимые слои нашего общества. Тем более, что согласно полиции, согласно жителей населенного пункта, где находится эта семья, случаи правонарушений и со стороны матери, и со стороны отца убитой девочки, который вообще не принимал участия в ее воспитании, сигналы были и раньше. Хочу напомнить, в 2013 году парламент Республики Молдова одобрил закон о социальной защите детей из группы риска и детей, разученных с родителями. По большей части этот закон содержит положения, которые охватывают практически все сферы ухода и заботы за детьми. Но, как обычно это бывает в нашей стране, закон по сути хороший, а вот его исполнение остается желать лучшего. По информации Министерства социальной защиты в 2017 году, например, было принято на работу всего 19 специалистов в области защиты прав ребенка. При этом в 850 примариях нашей страны такого специалиста нет. Надо отметить, что в 8 примариях нет вообще специалиста ни социальной защиты, ни непосредственной работы с детьми. Более того, данные уже этого же ведомства 2020 года указывают, что ситуация в стране еще более удручающаяся, потому что сегодня в сфере защиты прав ребенка трудятся всего 17 специалистов. Таким образом, хотя количество специалистов по защите детей невелико, потребность в уходе за такими ребятами и помощь им постоянно растет. При этих условиях, что количество детей из группы риска увеличивается, причем наиболее уязвимыми являются малыши сельской местности. По данным Министерства труда, социальной защиты и семьи, на конец 2019 года было зарегистрировано примерно около 11 тысяч детей из группы риска, из которых более 70 проживают в сельской местности. При этих условиях мы понимаем, что система защиты детей не обеспечивается должным уходом всех детей, которые в этом нуждаются. Примары в качестве местного органа опеки и попечительства не успевают выполнять свою роль в сфере защиты прав ребенка, а социальный работник, который на себя взял эти обязанности по правам ребенка, профессионально обучен, конечно же, помогать взрослым и к работе с детьми не готов. Поэтому мы, команда партии ШУР, выступаем с предложением о внесении поправок в закон о социальной защите детей из группы риска и детей, разлученных со своими родителями. Мы предлагаем, чтобы в каждой примарии в обязательном порядке был задействован хотя бы один специалист по защите прав детей, который имел бы соответствующие навыки и профессиональную подготовку. Это снизило бы количество и частоту нарушений за счет продвижения образовательных стандартов для детей, оставшихся без попечения родителей, а также за счет обеспечения безопасного будущего для этих детей в стране в целом. Мы считаем, что правительство по согласованию с местными публичными властями должно обеспечить, чтобы в каждой примарии, в населенном пункте, в котором выявлен хотя бы один ребенок из группы риска, осуществлял свою деятельность, хотя бы один специалист по защите прав детей с изменениями и дополнениями персонала. Стоит отметить, что данная инициатива была задекларирована нашей фракцией вследствие встречи с адвокатом народа по правам детей в парламенте в прошлом созыве. И именно на той встрече была высказана идея того, что проблема в нашей стране из-за этого, естественно, возрастает. И данный проект мы зарегистрировали. Но на сегодня проект, который был зарегистрирован в прошлом, в 10-м созыве парламента Республики Молдова, недействительный. Не секрет ни для кого состоялись досрочные выборы. И этот проект, естественно, потерял свою силу. Поэтому партия ШОР сегодня регистрирует заново данную инициативу. И мы рассчитываем на поддержку всех наших коллег. Потому что то состояние и то положение дел, о котором я сказала выше, естественно, требует внимания. Дети – это наше будущее. Поэтому мы обязаны заботиться о них и сделать так, чтобы такие случаи, как тот, который произошел сегодня на днях района Чекан, больше никогда не повторялся. Спасибо.